привет ребят ну вот еще один тур прошел и как раньше говорили пока мяч в воздухе коротко составах так и давайте я всегда говорю коротко но сейчас мы просто много говорить просто не о чем вот такой футбол был в этом туре не знаю с чем это связано не потому что там еще это в 1001 или 11 дело не в этом а в самом качестве футбола может быть непогода может какие-то магнитные бури ну давайте по паре хотя тут есть что обсудить мне понравился я даже конкурс надо проводить но не мне а у пл тивы потому что там там такие профессионалы работают оба ламиной ну наверно не не с ним не был никто не будет спорить со мной что это два клуба аутсайдера и наверняка наверняка я не знаю что должно произойти чудеса конечно случается но очень редко но наверняка и мина и оболонь верес и металлист 19-25 будут бороться до конца за право играть в переходных матчах переходные матчи на мой взгляд это спасение для команды премьер-лиги потому что ну на самом деле я не беру в расчет да сейчас скорее всего в премьер-лигу выйдут карпаты и ингулец но если не обыгрывать третью четвертую команду там первого липа тогда я не знаю зачем оставаться в принципе тогда в премьер-лиге но я думаю что там как раз чудес не случится и команды которые останутся играть в переходные матчи они свои матчи выигрывают были конечно случаи вы помните да черноморец проиграл стык полтаве и просто в душу клуб расформировали черноморец остался туда премьер-лиге а так ну не верю знать не верю но давайте о или играх игра оболонь минай но счет 11 наверное все таки отражает ход поединка хотя на мой взгляд минайцы были чуть чуть ближе к победе они создали чуть больше моментов да конечно сыграла свою роль и раннее удаление рыбки и очень много игр сколько минут 50 получается играл минай в большинстве и имел преимущество за счет при когда играют равные команды она может это практически равные команды по многим компонентам футбольным то преимущество в одного игрока от конечно существенный бонус но минай воспользовался этим и забили гол и до этого имели моменты и после этого имели моменты и перекладина и штанга но пенальти ребят но пенальти стопроцентный мне тут единственное что я хотел бы вам напомнить игра с той же оболонью шахтер оболонь шахтер когда игрок донецкого шахтера мы с вами уже об этом говорили на бонды которые точно такое же нарушение тоже удар локтям но тут там арбитр и вар не подтвердили нарушение а здесь ну да ну чисто пенальти перебить так так же перебит на вратарь сделать шахнуть чего там возмущаться сейчас достаточно строгие правила если раньше еще на это как-то закрывали глаза то сейчас достаточно строго к этому относится ну я думаю что заслуженно повел минаев счете но и знаете так даже не минут на секундная какая-то там расколаженность я не я не как бы у меня даже мысли такой не что футболисты минаев чем-то там чуть возомнили да и почувствовали что они могут побеждать легко такие команды как оболонь и сразу же следует наказание сразу же следует наказание а за этим два нарушения два фола две желтой карточки и равные составы еще раз говорю можно на мой взгляд минаи был чуть ближе к победе я тоже перерываю за этот клуб но очков мало от уров еще меньше остается ребят но будем болеть еще раз могу сказать я просто рассказал что я достаточно хорошо знаю и руководители и президенту которую недавно был день рождения с чем я его и поздравляю они переживают за свой клуб и это достойно уважения потому что у нас судя по тем автомобилям которые ездят по улицам людей богатых много а команд мало никто не хочет вкладывать деньги футбол рук кривбас счет традиционно 11 ну не самая лучшая игра на мой взгляд кривбаса рук понравился в этой игре в принципе чего греха таить вот сейчас в этой весенней части чемпионата рук выглядеть неплохо неплохо если не сказать хорошо хорошо я могу сказать только потому что у них очень молодая команда если там не брать игрока сборных воды лупы господи спроси сейчас у человека и них многие не скажут где находится эта страна но тем не менее хорошо выглядит остальные все наши ребята все молодые ребята все молодые футболисты с хорошим будущим на мой взгляд да не без доли везения и талис очередной гол забивает но кривбас 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 ребят борется за медали и обыгрывать рук но может быть не обязану по крайней мере надо было приложить побольше усилий обыграть но не срослось хотя гол забили хороший момента может немного но гол то хорошая да согласитесь со мной кожушка он в прошлом туре не забил вы помните как он бил бил не забил сейчас он забил воспользовался чуть ли не единственным своим шансом и забил красивый не менее красивый рук забил да но здесь я могу сказать что очень много но на самом деле в этой игре центральные защитники кривбаса совершили очень много ошибок ну очень много непозволительно непростительно для них для команды которая собирается мы скорее всего будут играть игрокупах на следующем розыгрыши но счет 11 на мой взгляд отражает ход событий на поле равная игра может быть и не так много моментов как хотелось бы ну на то иное напряжение ребят заря черноморец опять-таки ну вроде еще такой до 10 но заряш имела свои моменты и тоже много говорить не приходится потому что знать по одной причине константин мне написал это ярый болельщиком зари может вам и это игра не понравится но это игра чуть лучше чем предыдущий потому что заря было быстрее заря было проворнее если можно так выразиться в футболе да чем ну знаете что удивляет вот такого бардака в обороне у команды романа иригорчука но не часто увидишь ребят этот тренер который славится своей жесткостью надежной игрой в обороне но сейчас я не знаю может такой кадровый голод кадровый подбор игроков ну ну не знаю но вы видели ну как-то в шахматном порядке игроки располагаются без препятственно дают наносить удары по своим воротам не успевают не поворотливые может ничуть в темп не попали но я просто к затирую факт ребят что заря в этой игре было лучше и победа заслуженно но одесситы одесситы может тоже чуть расслабились наверное основную задачу выполнили оторвались от зоны вылета и сейчас можно чуть перевести дыхание полесье колос от ног тоже на мой взгляд не самая яркая игра 1-0 счет такое но эти игры этих команд всегда проходит напряжение в таком вы вы знаете что колос команда хоть я уже говорил я сейчас могу сказать и это игра не исключение колоска конечно отходит от от закрытости от того футбола который ну как бы если говорить журналистским таким штаммом не не нравится зрителям да там все сзади а впереди моментик будет нет колос сейчас пытается играть футбол даст со своими кадровыми проблемами особенно с игроками креативными есть проблемы и есть достаточно проблемные какие проблемы создания моментов да вот момента создается немного но они создаются тем не менее сказать что колос там был намного слабее полезно но я бы не сказал абсолютно равная игра и все решил один эпизод один эпизод который там бондаренко получает было чистое нарушение не знаю почему арбитр на это не обратил внимание ну там на бровке что-то стоит сколько он там стоял секунд в это время танковский забивает губ да не без доли везения да с рикошетом но знаете сейчас можно сказать что футбольный бог где-то забирает а где-то отдает и сейчас эти три очка может быть нужны житомиру для того чтобы все-таки президент клуба не разочаровался в проекте потому что он ну на нашей памяти уже были такие до случаи когда вроде много денег вкладываются а потом наступает такое охлаждение к футболу будем надеяться что такого не произойдет житомире и полезь и будет достойно выступать и так как они позиционировать себя как команда еврокубкового уровня но посмотрим посмотрим ребят я как бы пока далек от вот этой эйфории которые там да все столица переезжает житомир все футбольная столица теперь все мы и кто там к следующий киевская динамо уже и этот да молодцы две игры но две игры ребят наживо вы ели ноги от унесли в ужгороде ребят вы сейчас победили колос колос не шахтер не кривбас колос но тем не менее сервис щенка вторая победа 2 подряд победа поздравляю по лесе даже пока по помощь усик они не не понадобилось металлист 1925 днепр один ребят ну счет вы знаете угадайте как учет дальние не тяжело догадаться до счет 11 может быть тоже не совсем закономерно это же не без доли везения металлист 1925 отыгрался самом конце матча и преимущество днепра 1 она ощущалась на протяжении игры и гуцеляк забил гол как бы да это было логично вот как говорят футболе логичная да вот логичный губ потому что было и преимущество команда владела преимуществом команда там создавала может не такие голевые моменты это полумоменты но в оправдание днепра могу сказать что конечно потеря пихаренко и филиппова это это потеря это для любого клуба была потеря для такого клуба с ограниченными кадровыми возможностями на данный момент как днепр один это достаточно существенной потери по правде сказать нет днепр не понравился в этой игре он снова мне напомнил то днепр пешеходный который нет не торопливый розыж такой какой-то академизм в игре футболистов днепра 1 для металлиста 1925 каждый очко на вес золота да может быть я соглашусь с виктором скрипником они не опустили руки они бились но не практически ничего не создали это чуть ли не если не единственный удар створ ворот и сразу гол ну да чуть подвезло не без этого еще раз говорю где-то находишь где-то теряешь я буду рад если это очко поможет этот балл в турнира таблицы поможет металлисту 1925 остаться премьер-лиги очень надеюсь что так и произойдет элэн заверес но тут снова да угадайте счет 10 что по этой ли ребят но не знаете если два я бы отметил два ключевых момента это забеги пасеча если не забеги пасеча первый там вообще бы можно было не смотреть как его перекрутить бы да как плен перекрутить и дать виду и миша спиваковский это конер миша спиваковский был лучшим игроком матча в первом в первом тайме ну и пасеч пасеч в принципе и и начал тогда в первом тайме во втором тайме начал так и быстро гол забили хорошо муха блин к но что надо бы хабленко делать но это классика это игра на подачу на опережение ну подруга как по-другому надо играть были моменты отыграться у вереса ну на мой взгляд кроме вот это моментов после на какой-то 87-88 минуте до когда мяч попал в перекладину очень хороший момент верес ничего не создал хотя я надеялся исходя из тех игр которые были придут в несколько туров предыдущих то верес должен был побороться по большому счету он и боролся тогда и боролся на мой взгляд он боролся за ничью но пропустили гол на баллотироваться да они активизировались во втором тайме но опять таки активизировались настолько ничего не создали практически ничего не создали до моменты вы заметили наверно что у нас сейчас вот а ну пока давайте не не будем говорить зави вот в этом туре основные моменты приходились со стандартных положений а это говорит о том что качество футбола конечно у нас не на самом высоком уровне ну будем надеяться пока лнз с победа такая качельная команда то выигрывают а проигрывают особо но момент они свои создавали ну а после того как забили гол и верес вынужден был атаковать на контратак как они еще могли поставить точку и закрыть эту игру но не получилось вот такой знаете не очень футбольная погода хотя сейчас достаточно тепло и дождь наверно не особая помеха было ну лнз свои три очка верес все таки наверно 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 опять таки не знаю как будет дальше происходить события развиваться верес скорее всего скорее всего будет бороться за переходные матчи у него достаточно неплохой знаете вот такой для для финишного спорта такое такая позиция не верю что верес вылетит вот не верю ворского шахтер тоже не как бы не смешно было сейчас прозвучало бы от меня до угадать еще ну здесь минимальная победа донецкого шахтера заслуженно ли она ну наверное все таки заслуженно хотя мальчиками для битья ворского уж точно не выглядит и не выглядела в этом матче не не самая яркая игра двух команд и шахтер большими силами много времени оборонялся и основные свои моменты шахтер как раз создал на контратаках до скорость чуть мякушка замешивался а скорость у футболистов донецкого шахтера хорошая и снова да вот такой вот тоже опять когда я пятый раз повторюсь на на уже за это время не без доли везения рикошет и мяч оказывается ну да нападающим надо касса там но это только тоже и же говорю надо оказаться в той точке но и мяч туда и прилетел рикошет от ноги защитника и вроде вратарь выручил и рикошет и игрок расстреливает сикан 11 мяч помода он забил но молодец ну а как должен играть нападающих голы не пахнут мяч у сити верес были моменты у вереса ну наверное таких вот чтоб ярких момент создавали еще раз знаете команда для меня было интересно даже не то как они выступят здесь потому что вы выж понимаете шахтеру нельзя терять очки там в борьбе за чемпионство ворс это может уже немножко выдохнуть да ну вот финал ребят ждем финал я уверен что просто шахтеру в игре с ворс на финале не будет посмотрим что предпримет донецкий шахтер ну и александрия динамо завершение как не банально это звучало счет 01 игра достаточно тяжелая для просмотра потому что было несколько прерываний матча сирена футболисты уходили я уже говорил свое мнение тяжело все таки не все команды могут вот после такого перерыва достаточно долго перерыва снова выйти на поле с концентрированными и доводить на матч до логического завершения и сейчас ребят ну если говорить конкретно об игре у унося за скобки эти тревоги эти отлучки футболиста с футбольного поля я могу сказать так мне александрия нравится вот эти туры она нравится это не то александрия осенняя которая играла еще раз говорю может быть и руслан ротань я опять-таки нет вы уже поняли что да я и стараюсь никого не рвать и стараюсь никого не хвалить но ротань ушел от того футбола который у ему может быть и нравится но футболистов для такого футбола как билдап которую хоть привить его не у него не было и сейчас футбол достаточно симпатичный александрия показывает ну чем она уступала киевскому динамо киевского динамо который борется за чемпионство александрия только вот-вот а еще может быть не до конца решила свои тоже мало верится что кто там на условно верес до опрокинул туда александрии до конца нерешенный вопрос и они ну мало в чему вступали футболистам динамо да может быть сейчас проводят и логинов с партнерами не самые лучшие матчи потому что ну очень много у них брака при передачах при обработках мяча центре обороны и достаточно много они позволили создать но особенно ванату да скажем сразу скажем что это не день ваната хоть там рома бэбэх и пытался может пошутить ванат максимально сегодня нацелен на ворота я не знаю как должен быть нас куда должен быть нацелен ванат или вообще нападающий на входные ворота ну наверно но он так и должен быть нацелен на эти ворота но и не его день да не его день тут можно сказать такие моменты не то что там знаете ну чудеса произошли не только там по мячу с прострела не попал но бывает такое я не думаю что сейчас ванату стоит посыпать голову пеплом или как-то сейчас в этот написал церковь надо сходить церковь надо ходить до а не после ну еще раз говорю в чем уступал александрия моменты свои они создали киев создал больше даки создал больше на то это динамо брошко доиграл момент не знаю сейчас доиграл здорово и видите что как вознаградил она снова рикошет и снова мяч отлетает брошку и он конечно вколотил этот мяч молодцы я думаю что на мой взгляд заслуженно динамо победила может быть неубедительно победила да и наверное все таки и александр шавковский и игорь суркис и в болельщики и фанаты киевского динамо ждут куда более мощной куда более зрелой игры к от команды которая борется за чемпионство динамо всегда борется за чемпионство но еще раз могу сказать я не отхожу от своих слов не откажусь что у киевского динамо самая большая проблема это центр обороны это самая большая проблема не знаю может кто-то со мной не согласится но очень много киевская динамо позволяет делать у своих ворот ну где-то бущан выручил да но все-таки вратарь это раньше вратарь полкоманды его на деда его присутствие на футбольном поле все-таки вселяет надежность вы раку обороны но и тем не менее моментом у ворот динамо достаточно еще раз сказать это не позволительно для киевского динамо то которое мы хотим видеть привыкли видеть но вот и весь тур ребят вижу особо говорить не о чем хотя нет вы знаете что мне по я не всегда ну не очень я люблю вот эти вот как мой друг ритров сусолы в перерыве там после игры до игры эти студии некоторые там некоторые клубы облизывают я не знаю на доплате стоят что футболисты рука я не знаю задача продать их все ну просто лучшие футболисты в мире там ну ну бог с ним дает не мое дело там там же профессионалы работают но что мне нравится это девочки девочки конечно зажигают мина играл в перерыве любенович кричит машет руками выбегает это выглядит эффектно бухозно почему эффектно это выглядит а вторая говорит в этот надевает разорванный бут с девочкой говорит разорванный бут с ребят не 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 месси не неймара там я не знаю не не родрига до ним боппе вот я назову час отдавайте так вот я называю фамилию футболиста вы на вскидку мне сразу же вот кто из вас сразу вспомнит какой команде рангел что тут такого то ты скажи собираю разорванный бут с только пришлют этих бут разорванный а то ведущий эксклюзив филиппов скажите где и как вы получили травму стоит парень рассказывает где и как он получит рама скажите как вы лечите ее процедуру бега без мяча принимая процедуры ребят вы если не о чем говорить зачем вы это выходит там говорите ну ладно ладно то такое если когда звезды зажигать значит а кому-то надо ну и я бы сейчас знаете вот резюмирую это вот смотря на уже несколько туров подряд я скажу так упл это самая гламурная лига в мире обнимашки поцелуи валяние на земле не знаю не знаю почему такое получается что у нас футбол какой-то потихоньку потихоньку превращается не в мужской вид спорта может мы сами к этому ведем может нам и арбитром надо задуматься не надо свистеть может за каждое нарушение бери звать доктора на поле но это так ребята это это уже мысли никакого отношения футбола не имеют и так мысли со стороны поэтому ну давайте готовиться к просмотру другой игры ли чемпионов и потом уже скоро будут киевская динамо играть пропущенный матч и так по накату по накату скоро уже и финиш финиш чемпионата немножко как-то он знаете вот начал вот эти вот в мальчике начал предаться ну может и только мне так кажется все ребят пока до встречи